Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Добрый день! Здравствуйте! Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. Меня зовут Владимир Сметанин, Елена Овчинникова. Традиционно в понедельник мы, собственно, вместе. Вместе с вами. Хорошо. Хорошо начали. Бодро, главное. Бодрый чай бодрит тут еще у нас. И гости. И гости, и ведущие. Мы рады приветствовать вас. Новая рабочая неделя. Гости, ладно, это я вас так бодрю. Мы с вами давно не виделись. Нет, шутка, конечно, была. Потому что гости у нас потрясающие сегодня. Я так думаю, что у нас, наверное, впервые подобная компания собралась, если нашим гостям не обидно будет слово «компания». Потому что у нас сегодня полно столичных гостей. И наших уважаемых гостей давайте будем представлять. И я так думаю, что уже даже фамилии людей, которые у нас сегодня в студии, я думаю, вас уже так приблизят к телефону, чтобы позвонить. Потому что есть уникальная возможность позвонить. Не каждый день она предоставляется. И так наши гости, и наши номера телефона. Давайте представляем наших гостей. По списку, собственно, как у нас тут они в листочке расположены. Дмитрий Гудков, депутат Государственной Думы. Один из авторов закона проекта возвращения выборов мэров. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Доронин, депутат Государственной Думы, а также соавтор закона проекта возвращения выборов мэров. И Дмитрий Некрасов, руководитель экспертной группы по подготовке законопроекта, директор фонда поддержки свободных СМИ. Вы знаете, у меня такое ощущение, Сергей Александрович, я обращаюсь к Доронину. Я впервые обратила внимание на то, что кроме политики, депутата, лидера и так далее, у вас еще появилась составляющая соавтор. Соавтор законопроекта? Нет, ну вообще, в принципе, соавтор. Соавтор. Это забавно. А что, законодательная деятельность? А можно я скажу, почему мы с Сергеем часто вносим вместе законодательные инициативы? Это быть. Потому что, несмотря на то, что «Справедливая Россия» меня исключил из своих рядов, вот Сергей Доронин как раз, один из людей, которые выступали против этого закона Димы Яковлев, вот этой поправки. И мне просто очень приятно всегда вносить законопроекты, когда находишься в компании приличных людей. Я думаю, что многие радиослушатели, особенно «Эхо Москвы» в Кирове, были против закона Димы Яковлева, и для меня это очень важный критерий. Поэтому мы с ним всегда соавторы очень хороших законов. Вы знаете, во-первых, конечно, вам спасибо за компанию приличных людей. Я думаю, что она и нам с Володей приятно, и всем нашим радиослушателям приятно, потому что мы все теперь компания на ближайшие два часа. И мы сегодня у нас обсуждаем тему о прямых выборах мэра. Но, как вы сказали, вот меня исключили, и я сразу же поняла, ох, не ту мы тему, наверное, хотя тоже интересно. Но по исключению было бы приятно поговорить, потому что и закон у нас на этом уровне, Дима Яковлевна, не обсуждался, потому что действительно у многих свое мнение, своя точка зрения. Но все-таки давайте, муж, ради того, чего собрались, о том будем говорить. Хотя, если останется время, а это вряд ли, попробуем. Да, и мы призываем наших слушателей активно участвовать в нашей беседе, высказывать свое мнение. Да, 708-502, легко дозвониться, 708-502, номер для СМС 8909-720-101-0. Также есть у нас аккаунт в Твиттере, вызван 43, принимается туда ваше сообщение. У нас есть еще опрос, давайте его озвучим. Опрос на нашем сайте, эхокирова.ру, а также в нашей группе ВКонтакте. Выборы мэров городов в России должны быть. Далее 4 варианта ответа. Прямыми и всенародными. Второй вариант из числа депутатов местной думы, как сейчас. Пусть мэров назначает губернатор. Это третий вариант ответа. Еще один. А что, в России есть выборы? Я голосую за четвертое. Судя по улыбкам. А, кстати, нас можно посмотреть. Да-да-да, есть. Нас можно посмотреть. Я в аудио видел на нашем сайте. И судя по нашим улыбкам, вы поняли, что в России есть выборы. С этим как-то согласны все, кроме Сметанина. Да и то, потому что он спиной. Я оптимист. Да? Да. А мы пессимисты, значит. Я оптимист. Спасибо. Компания пессимистов против одного оптимиста. Ну что ж, мы начинаем работать. И я думаю, что будет интересно позвонить. Потому что мы уже говорили на эту тему. Мы говорили о выборах, о невыборах. О том, как оставить, как сейчас все есть. И в конце концов мы, собственно говоря, подвисли. Потому что мы так и не поняли, что же лучше, что же хуже. Или вообще, может быть, еще что-нибудь придумать. Ну что ж, давайте. Тема у нас сегодня, да? Прямые выборы мэров городов. Глав городов. Глав городов, да. Там есть одно непременное условие. Мы уточнимся, что это касается населенных пунктов, где количество избирателей, не жителей, а избирателей, не менее 30 тысяч человек. И мой первый вопрос, я не знаю, кому его адресовать. С автором? Не с автором. Беритесь отвечать. Скажите, пожалуйста, почему к нам? Мы что, такие супер протестные? Мы что, такие супер жестко индифферентные? Мы что, вот почему именно к нам? Почему вот эта позиция? Ну, Доронин, понятно, отсюда. Это понятно. Наверное, по этой причине. И один из городов, который посещает вот такая группа представительная, это, значит, город Киров. Потому что автор законопроекта избирался от Кировской области. И я считаю, что у нашего города есть все шансы принять изменения в устав и следующие выборы, провести мэра города Кирова всенародно. Сергей Александрович, я понимаю, у нас есть шансы, так вот именно, собственно, к этому я вас и вела. У нас настолько сильна оппозиция. Нам настолько по барабану. Я вот когда и сказала, что индифферентность, это вот, что у нас есть выборы, разве это вопрос, да? Или есть какая-то другая вещь, сформированная в ваших сердцах, в ваших головах? Почему следует приехать в Киров, говорить со студентами, организовывать круглые столы в правительстве? Почему вы считаете, что это будет не холостой выстрел? Вот, ну, я уже не говорю, что это будет, там, адекватно Авроре. Господи, господи, не надо больше этого, да? Почему к нам? Ну, во-первых, мы завезли Аврору уже, наверное, в пятый город, если уж пользоваться теми образами. Но маленькую. Маленькую или большую, это будет зависеть от жителей Кирова. Где вы были первые? В Нижнем были? Мы были в Рязани, мы были в Тамбове, мы были в Нижнем Новгороде, мы завтра тоже заедем опять в Нижний Новгород, потом мы в Челябинске и так далее. Такие бунтарские города, да? Есть 200 крупных городов России, которые мы проанализировали и выяснилось, что в 107 нет выборов мэра. Там либо назначают... А мы крупный город или такси? 200 конечек по населению городов. Конечно, по населению. И, конечно, входит. И надо сказать, что у нас федеральная компания, и мы всерьез хотим в стране вернуть назад народы, выборы мэра, прямые, как это когда-то было. Тем более, что у нас, надо понимать, вот эта вот система назначения появилась тогда, когда стали назначать губернаторов. Сейчас все-таки губернаторов стали вновь избирать, и мне кажется, что, и нам всем кажется, что это не утопическая идея, да? Она вполне реальная. Более того, мы сначала попытались это сделать на федеральном уровне, внесли закон и проект. Более того, мы предлагаем выборы прямые и по... Ну, я насколько знаю, там как-то федералы как-то так... Да, сейчас я расскажу. Мы предлагаем выборы по системе в два тура. То есть, так же, как избирают губернаторов, мы точно такой же принцип хотим реализовать на уровне выборов мэра. Это первое. Но там что-то в соответствии с процентным состоянием голосов, да? Да, мы начали просто с городов областного значения. Вот. И, значит, первое. Комитет профильный рассматривал нашу инициативу и уже выступил с отрицательным заключением, и мы понимаем, что в Государственной Думе эта инициатива не пройдет. Совершенно четко. Есть другой способ. Минуточку, 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 минуточку. Единая Россия против. Единая Россия против. Несомненно, комитет сказал «фи», а они обосновывают или они просто «фи» развернулся и ушел всем составом? Ну, есть как бы не совсем внятное обоснование отказа, да? Ну, хотя бы полувнятное. И поэтому для Государственной Думы комитет рекомендует отклонить законопроект в первом чтении. Дело в том, что... Дима, если позволишь, просто... Дмитрий Николаевич. Очевидно, что эта инициатива в том виде, в котором она внесена сегодня, пока не пройдет. Мы здесь, в том числе и потому, чтобы оказать давление на Государственную Думу тем, что... Вот смотрите, 107 городов, да? Во многих из них уже были попытки ввести прямые выборы мэров путем референдума. Это не новая идея, она не наша. Допустим, в той же самой Рязани уже было 14 таких попыток. Но об этом в самой Рязани знает 10 человек, участников этой инициативной группы. Вы понимаете? Нет, это понятно. Каждый раз подавалось ходатайство. С предложением провести референдум. Да, с предложением провести референдум. Каждый раз из-за того, что запятая поставлена не в том месте, это ходатайство отклонялось. И все это уходило спокойно в мусорную корзину. А если мы сейчас... Нет, подождите, подождите, сейчас, секунду. Вы говорите о том, что вам очень близко и обдумано, это внутри вас, это прописано, вам известно. Нам очень много непонятно. Вы говорите, давайте так, Рязань, 14 попыток, запятая не там. Это что, на таком уровне отказать? А это всегда на таком уровне. У нас же отказывают просто... Смотрите, чтобы провести референдум, нужно сначала, чтобы зарегистрировали инициативную группу, потом она собрала 5% подписей от всех избирателей. Это везде так. Это везде так. Это федеральная норма. Соответственно, собрать 5% подписей не так просто. За 20 дней. Надо уложиться на 20 дней. Ну можно. Но всем отказывают еще на уровне инициативных групп, потому что все боятся... Вы понимаете, что компания по сбору подписей сама по себе уже политическая компания, которая оказывает влияние на политическую обстановку в городе. Так вот, везде отказывают. Там отказывают, здесь отказывают. Теперь мы поедем по многим городам. Но все-таки это не такое же дело в запятой, собственно говоря. Именно из запятых. Ну, я утрирую, конечно. Мы сейчас поедем по нескольким городам. Мы везде создадим инициативные группы и везде подадим. Соответственно, нам либо везде откажут. Ну, тогда это скандал громкий на всю страну. Ну, не хотите, ребята, референдумов везде. Причем ведь можно последовательно создать три инициативные группы. Здесь запятую отклонили, запятую перенесли. Потом следующую. Вы понимаете. То есть, грубо говоря, проблема предыдущих действий... Не пробовали дать проверить грамотность написания каким-нибудь трем профессорам, допустим, чтобы... Ну, вы знаете, там, где два юриста, там три мнения. А может быть, даже и пять. Это всегда как бы... А же у нас народ с дуру придумал, что закон что дышло. Конечно, два юриста, три мнения. Соответственно, мы проводим кампанию по ряду городов, чтобы... Вот проблема Рязани с их 14 попытками была в том, что об этом никто не знал. Когда это становится публичным, гласным, то это оказывает давление на политическую ситуацию, на власть. И мы приехали, ну, например, в Киров, мы приехали, потому что нас пригласили сюда. Мы не можем же объехать все 107 городов, в которых нет выборов из крупнейших. Мы едем, в принципе, туда, где есть заинтересованность в том, чтобы провести соответствующие действия, соответствующие акции. И, в общем-то, мы откликаемся на предложение. Вот Дмитрий Гудков в своем блоге опубликовал, что мы собираемся устроить такую кампанию. К нам сразу обратились люди из разных городов. Мы начали последовательно ездить по этим городам. То есть наша задача создать давление на власть в текущих условиях, когда... Ну, понимаете, у нас немножко ветер-то изменился. Там Навального зарегистрировали, выпустили, Валдай там был. Вроде как бы был такой разговор Пономарева с Путиным на тему того, что я вам как будущий мэр Новосибирска. Может быть, там все это немножко в качестве шутки. Но все-таки такие разговоры раньше были невозможны. Соответственно, я полагаю, что сейчас ситуация такова, что принятие такого закона в масштабах страны не является невозможным. Оно в условиях некой такой миниотипели, которую мы сейчас наблюдаем. Оно, в принципе, возможно, конечно, оно будет независимым депутатом Дмитрия Гудкова и депутатом Справедливой России. А Единая Россия внесет его и в качестве блага и заботы о народе. Очевидно, будет принят вариант Единой России. Но, в принципе, в условиях давления на власть с мест можно пытаться добиться этого даже на федеральном уровне. Можно я добавлю про технологию? Секунду, подождите. Вот про технологию немножко, да. У меня вопрос. Насколько я помню, был один закон. Потом, ведь смотрите, не только области, да, структурные подразделения, районы, муниципальное образование. Ведь каждый сам для себя принимал. Он будет выбирать или он будет назначаться глава, да. И каждый сделал свой выбор, потому что у нас есть, по-моему, два или три населенных пункта. Ну, сколько-то населенных пунктов есть, где у нас народ ходит и выбирает до сих пор. Нет, Лен, уже не практически, а нет тех населенных пунктов, где прямые выборы мэров либо глав. Я не очень давно читала, не буду спорить, но, по-моему, я не очень давно читала, где есть избранные. Я хотел сказать, что ведь принималось, да, действительно, в 2005 году на уровне муниципалитетов изменения в уставы, в законы и так далее и тому подобное. Но под серьезным давлением, значит, и напряжением партии «Единая Россия» практически везде по-быстрому отменили прямые выборы. Это не была воля депутатов, это не была воля избирателей. Именно поэтому вы уходите на федеральный уровень для того, чтобы, то есть, мне, казалось бы, народ взял и сказал, давайте-ка мы в Кирове будем мэра все-таки избирать, да, и это наша инициатива, это наши местные дела, это уже невозможно, вы хотите диктат на федеральном уровне. Закон. Все кругом выбирают. И все молчат в тряпочку, правильно? Законопроект, естественно, тем более могу сказать, что законопроект вот такой фракции «Справедливая Россия» в городской думе внесен у нас, но я иллюзий как бы не испытываю, я думаю, что 100% этот законопроект будет отклонен. И вот здесь поддержу своих соратников, коллег, что необходимо формирование такого общественного мнения и давления еще и в Государственной думе, и, значит, выхода закона федерального. Ну, что называется, и снизу, и сверху, да? Нет, ну здесь понятно, почему идет масштабирование, почему федеральный все-таки, почему на федеральном уровне, почему не на местах. Можно я все-таки расскажу? Я думаю, радиослушатели хотят услышать, как эту идею можно реализовать. По всем социологическим опросам, подавляющее большинство граждан России за прямые выборы мэра, за то, чтобы избирать глав, это любая социология показывает, нежели их будут назначать депутаты. Более того, если провести соцопрос в Кирове, я уверен, будет так же, как в Нижнем Новгороде, 64% скажут, что депутаты местные не представляют их интерес, не выражают их интерес. Вы знаете, я вам скажу, в Кирове будет гораздо больше, но вам сразу же скажут, а ничего не изменится, потому что... Вот что бы изменилось? Что бы изменилось? Потому что выбирать пойдут те, кого накормят гречневой кашей, кому дадут 500 рублей, и они в конце концов выберут у нас свой менталитет. А мы сейчас докажем. Мой вопрос недаром, почему он у нас прозвучал. Избранный, грубо говоря, мэр Пупкин лучше назначенного мэра такого же Пупкина, даже если одно и то же лицо, избранный лучше. Это мы об этом чуть позже поговорим. Теперь про технологию. Можно вернуть выборы глав путем федерального закона. Это, нам кажется, неперспективным в ближайшее, наверное, какое-то время. Второй способ. Изменить устав города. В каждом конкретном городе местный совет имеет полномочия поменять устав и вернуть выборы мэра. Если мы понимаем, что в Кирове большинство у Единой России, и Единая Россия это невыгодно, значит, есть третий способ. Проведение референдума, который, понятно, обставлено массой-массой всяких трудностей на этапе регистрации, на этапе сбора подписей и так далее. Ну, ситуация, я понимаю, на Рязани, да. И проблема в чем? В том, что инициативные группы подают на регистрацию, им не регистрируют эту инициативную группу, об этом никто не знает, и кампания заканчивается. Поэтому нужно создавать эту инициативную группу, нужно формировать волонтерский штаб, нужно подавать заявку. И если вдруг по каким-то формальным просто основаниям отказывают в регистрации, на этом работа не останавливается, далее, значит, тогда для нас мнение там избирательной комиссии ничего не значит. Мы должны их игнорировать, абсолютное решение, и проводить кампанию, даже если нашу группу не зарегистрировали. Эта кампания может быть кампанией на давление на местных депутатов. Это будет кампания, в ходе которой будет... Юридически, меня вот это интересует, как? Юридически Гордума примет закон. То есть нужно давить на депутатов. Я понимаю, эти отказались регистрировать, а мы все равно... Не надо, надо создавать волонтерский штаб, не надо его регистрировать. Нужно собрать массу, там, тысячи, пусть придут волонтеров, молодых людей, которые готовы будут в этой кампании участвовать. Они будут также собирать подписи, они будут также ходить, разносить какие-то материалы. Они проведут соцопрос, который покажет, что там 65-70% за прямые выборы мэра. Далее. Если депутаты не будут голосовать, то, значит, штаб должен превратиться в штаб по давлению на местных депутатов. Каждому депутату нужно отправить письмо от местных жителей, инициировать целую кампанию, чтобы люди стали писать. Мы за выборы мэра, вы наш депутат, мы требуем от вас, значит, голосовать за изменение устава. Не будет он голосовать, значит, мы научим десятки молодых людей искать недвижимость за рубежом. Это не так сложно сделать. Искать, выявлять золотых кренделей там среди депутатов, которые отказываются выполнять волю народа и требования граждан. И я вас уверяю, что если не дадут нам зарегистрировать штаб по проведению референдума, значит, мы создаем штаб по давлению на местных депутатов. И я вас уверяю, что если удастся собрать много волонтеров и использовать все эти технологии, которые были на выборах в Москве, то можно этот вопрос сдвинуть, заставить депутатов просто проголосовать. Либо они просто никогда не изберутся. Каждой бабушке рассказать, что депутат Пупкин проголосовал против этого. А почему? А потому что его сын учится где-нибудь там в Европе, где мэров избирают, понимаете? А здесь он голосует против выборности мэра. А почему он голосовал против? А он зависит, он глава управляющей компании, он зависит от местных чиновников. Каждой бабушке надо рассказать. Как только будет такая мощная компания, рано или поздно они будут вынуждены, просто вынуждены изменить устав. Либо тогда их рейтинг будет не 30 процентов, а 10 процентов. Компания должна быть, давление. Мы не должны просить у них, ой, зарегистрируйте нам тут группу. Нет, мы требовать должны от них. Мы показать силу должны. Вот поэтому мы ездим по городам, объясняем, как работают эти технологии. Мы предлагаем им набирать именно людей, ну, идейно заряженных на эту работу. Не платных там агитаторов, как это часто бывает, а независимых, активных, которые готовы не просто там газету разнести, они готовы ходить агитировать. Понимаете? Вот что нужно делать. Да, это будет мощное гражданское движение, поддержанное разными партиями. В Кирове, кстати, все, кроме Единой России, за выбор мэра. Мы специально проанализировали. В Кирове губернатор наиболее открытый, там, с ним можно и в Твиттере до него достучаться и так далее. Здесь в Кирове определенные демократические традиции и так далее, можно посмотреть историю. Поэтому надо использовать весь набор вот этих инструментов. Не надо останавливаться, когда не зарегистрируют эту инициативную группу. Хорошо, попробуйте мне ответить. Это интересно. Подождите секундочку. Да бог с ним с нижним новым граммом. Давайте на места. 87,4% за прямые выборы мэра по нашему заказу. Левада-центр провел опрос. И теперь весь город обсуждает эти цифры. Понимаете? Это очень важно. Надо показать власти, что народ за прямые выборы мэра. Хорошо, смотрите. Вы создали вот этот штаб. Единая Россия, в свою очередь, Сергей Александрович, подтвердите. Я расскажу, просто буквально были. Они, в свою очередь, тоже создали штаб. Вы соберете идейную молодежь за бесплатно. Они соберут молодежь идейную, но за деньги. Вот, они, значит, ваша молодежь расскажет, где у кого какая недвижимость и проблемы. Значит, антиштаб единоросский расскажет про Дмитрия Александровича много небылиц. Ну, про вас уже все рассказали почти. Даже и ниже пояса уже про вас все рассказали. Компромат, антикомпромат и так далее. В предыдущих выборов. Битва, компромат. Да, да, да. И вы понимаете, что вы со своей идеологией, а они со своей подкованностью, они вас победят. Они победят ваш штаб идейный. Вы в нас не верите. Я верю. Значит, Навальный победил или проиграл в Москве? Навальный? Да. На ваш взгляд. Ну, вы знаете, если мы сейчас... Интересно, конечно. Просто ответьте. Проиграл или победил, на ваш взгляд? Вы знаете, я... Давайте я скажу. Победили те, кто хотели победить. Не так. Вы знаете, Дима, можно я сейчас просто... Вот вы не рассказали. Да, в моем понимании, ну, хорошо. То, что вы говорите, это называется политическая борьба. Если происходит открытая политическая борьба, это хорошо. Вы понимаете, неважно, кто победит. Вот я хочу привести пример про Москву. Навальный, ну, с моей точки зрения, в принципе-то он проиграл. Но это же формально он набрал 27 процентов, а не 52, мы же это понимаем. Он проиграл выборы мэра. Однако, сами выборы, как факт мобилизующей власть, оказали большое влияние на город. Потому что, ну, у меня просто... Я в свое время работал с планетной властью. У меня есть до сих пор несколько хороших друзей в штабе Собянина, скажем так. Ну, и как бы в мэрии. Я видел, что происходило с той стороны. Они реагировали на те вызовы, которые делал Навальный. Ну, начиная с какой-то глупой реакции. Там, условно говоря, Навальный встречался с бабушками. Тут префекты поехали встречаться с бабушками. Заканчивая сложными ответами, там, разрабатывая сложную карту проблем города. Мониторяя постоянно, как бы, как эти проблемы изменяются во времени. Делая, да, ну, вы понимаете, то есть те же самые дорожки, опять-таки, их, может быть, и так бы сделали, но не так быстро, как если бы под выборы. Вы же понимаете. То есть выборы сами по себе, они оказывают мобилизующее воздействие на власть. И даже если победит тот же самый, это, в общем-то, ну, по крайней мере, пример Москвы. И Собянина это показывает четко. Это приводит к тому, что власть начинает выполнять свои функции гораздо более эффективно, чем она это делала до этого. И, вы понимаете, отсутствие выборов, отсутствие... Главное, это наличие политической конкуренции. Потому что в отсутствии политической конкуренции это болото. В отсутствии политической конкуренции люди спокойно сидят и могут ничего не делать. Вот эта вот система, очень похожая на нашу советскую, когда у нас, с одной стороны, есть вроде как бы мэр из депутатов, которого выбрали вроде как депутаты. С другой стороны, депутаты, которых вроде как выбрали, но в массе своих назначил тот же самый мэр, потому что все это согласовывается через него. И потому что в одномандатных округах, ну, как правило, в большинстве случаев можно обеспечить победу депутату от власти. Эта система такая очень стабильная, очень статичная, у нее нет внешних угроз, поэтому у нее нет никаких стимулов к тому, чтобы развиваться, меняться и что-то делать к лучшему. Когда система нестабильна, в том плане, что существует угроза, завтра может прийти какой-нибудь Навальный или приехать какой-нибудь яркий политик, допустим, в Киров, федеральный. Ну, мало ли там. Приехал и начал борьбу за кресло мэра. Это же опасность, надо же что-то делать, надо как-то на это реагировать. Соответственно, та же самая система, которая сегодня находится в статичном состоянии и работает менее эффективно, ее эффективность повысится от возможности вот такой конкуренции. Конкуренция это хорошо, они выиграют конкуренцию, ну, замечательно, значит, мы хуже ведем борьбу. Ну, что же делать, это как бы такова жизнь. Но если они ее выиграют, честно, если эта конкуренция будет, сейчас ситуация, когда конкуренции нет. Я уже не говорю про то, что она ведется нечестно, ее просто нет в принципе, понимаете. Мы хотим ее обеспечить, чтобы была конкуренция. А второй шаг, если уж получится и будет вообще все замечательно, чтобы конкуренция проходила честно. Но этого, думаю, достигнуть быстро не удастся, но хотя бы наличие самой конкуренции уже оказывает существенное влияние на политические системы и на реальные действия реальных людей, даже из единой России, откуда угодно, кем бы они ни были. Резюмируя, избранный Собянин лучше назначенного Собянина. И неважно, кто победит в Кирове, мы желаем, чтобы, конечно, победил лучший представитель политических сил. Но избранный он лучше, чем назначенный. Подождите, давайте тему, почему избранный лучше назначенного, мы оставим на вторую половину, мы сейчас уйдем на перерыв, потому что тема настолько острая. И настолько, как бы вам сказать, понимаете, вы приехали, вот есть болото, да, болото тяжелое, липкое, именно про него вы говорили. Именно поэтому я вам говорю, что на ваше движение всегда будет контр-движение. Безусловно. И вот это болото настолько велико, что ваши движения поглотятся этим болотом. Это мое пессимистическое мнение. Делать, что должно и будет, что будет. Вот, не, просто Сергей Александрович знает, насколько у нас это все липко, тяжело и страшно, поэтому, наверное, все. Давайте на перерыв, мы скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Дневной разворот». Давайте еще раз напомню номера телефонов. В 708-502, да, звоните, высказывайте, что вы думаете по поводу того, нужны ли нам прямые выборы главы города или нет. 708-502. Ну, вообще нет, по поводу того, что они нужны, вот мы, наверное, уже каждый из нас, наверное, не сомневается, что лучше нам как бы самим выбрать, потому что с нас будет потом спрос, да. Вот. А зачем нам это? Вот я бы, наверное, ближе к этому подошла. Вот, 708-502 звоните. Уникальная возможность. Да, смс 8-909-720-101-0. Итак, давайте вот мы перейдем к теме, почему выборный глава лучше назначен. Объясните, пожалуйста, и уж не обижайтесь, если я буду сопротивляться, потому что я здесь живу, потому что все вот это на моих глазах. И, то есть, мне хочется не слова, а в реальности, насколько то, что вы делаете, вы понимаете, что это можно... Ну, я, еще раз, выборный глава, он чувствует угрозу объективную, да. Ему, он находится в конкурентной ситуации. Так или иначе, его завтра может сменить кто-то другой. Поэтому он вынужден хотя бы в какой-то степени прислушиваться к общественному мнению. Хорошо. Мы вас услышали. Простите, да у нас есть звонок. То есть, он просто из страха будет работать хорошо, у нас есть звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я всего скажу два слова. Мария Ивановна, да, если не что, боимся. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я больше хотела что сказать? Я хотела сказать, что вот как раньше, вот это, в советское время, это ликбез был. Вот я предлагаю, чтобы был ликбез, чтобы люди, которые стараются выйти в люди, ну, мэры, пэры, там, другие депутаты, чтобы они прошли этот ликбез, что знали, как себя вести, что надо делать, кого брать, кого выбирать. И я считаю, что самое лучшее, конечно, чтобы народ выбирал. Они все-таки знают людей, окружение-то свое, и чтобы выбирали своих местных. А под ликбезом, что вы понимаете? А не нарягом. Нет, то есть то, что я говорила, то, что я говорила в перерыве, нужен, необходим, вообще жестко необходим ликбез для электората. Для избирателей. Правильно, правильно. Да, 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 да. Правильно, я про это вам и говорю. Спасибо вам большое, мы услышали ваше мнение. Я бы еще добавил. Боится, да? Мы его избрали, он боится. Это первое. Подожди минутку. Но он единоросс. И никого он не боится, как показывает. Боится, боится. Москва показала. Ярославль показала. Москва это одно. Екатеринбург показал. Петрозаводск показал. И таких примеров будет все больше и больше. Нет, просто... Сейчас просто добавлю. Вот идет избирательная кампания. Во время избирательной кампании каждый кандидат рассказывает людям о программе. Он агитирует. То есть это идет серьезная кампания. Дает обещания. Дает обещания определенные. И дальше у людей в любом случае будет возможность спросить за эти обещания через 4 года. Я не говорю о том, что обязательно оппозиционер придет на эти выборы и победит. Не факты далеко, не факты. Скорее всего и не победит. Но в любом случае это будет конкуренция, в ходе которой появится новая политическая сила, которая займет второе место. Вот как в Москве, например. Есть Собянин, у которого не было никаких конкурентов изначально. Его назначали. У него уровень поддержки был... Зашкаливал намного выше 60%. А тут он еле-еле выиграл в первом туре. И то это многими ставится под сомнение. И появился лидер. Этот лидер теперь будет использовать весь свой волонтерский штаб для того, чтобы контролировать, как работает этот мэр. И каждую его ошибку. И каждый его коррупционный, не дай бог, шаг. Он будет разоблачать. Вот она политическая конкуренция. Сразу будет гражданский общественный контроль. И в условиях политической конкуренции это возможно. И еще просто очень важный момент. Вы сейчас мыслите логикой 2000-х годов. Когда у нас были высокие цены на нефть, все было хорошо. Государство постоянно повышало зарплаты и пенсии. И в целом контролировало политическую ситуацию. В ближайшие годы реальность будет другой. Мы постепенно, с точки зрения экономической ситуации, сейчас будем скатываться в то, что было в 90-е. А в 90-е власти не удавалось так контролировать все подряд. Вы прекрасно это понимаете. Что поскольку у нас сейчас уже бюджет балансируется на 123 долларах за баррель, а таких цен не будет. Буквально 2-3 года запаса прочности. Дальше ситуация начнет ухудшаться. Причем ухудшаться, скорее всего, в геометрической прогрессии. Кроме того, выросли новые поколения. Выросли люди, которые родились условно в 90-е или в конце 80-х, но не видели еще Советского Союза. Появился средний класс, креативный класс, как мы его называем. Реальность изменилась. Понятно, что может быть в Кирове такого класса гораздо меньше, чем в Москве. Но его количество тоже будет расти. И постепенно ситуация будет меняться сама по себе. И условно говоря, если вы при этом даете возможность для выборности мэров, то это дает дополнительный толчок для активизации гражданской активности. Потому что вы понимаете, что Навальный, он же ведь не только... Это же не только политическая история, что вот там типа Навальный поиграл в выборы мэра, проиграл, набрал 27% или выиграл, набрал 27%, как угодно. Но ведь он дал сильный толчок гражданскому активизму в логике даже каких-то социальных проектов, гражданских, общественных проектов. Вы понимаете, что те люди, которые ходили волонтерами, десятки тысяч волонтеров, они скорее завтра придут в благотворительную организацию волонтером, они скорее завтра еще куда-то придут, чем они пришли бы вчера. То есть, грубо говоря, такого рода вещи, они просто меняют постепенно структуру общества. Общество развивается. И эти выборы, они становятся толчком для развития общества, для его дальнейшей эволюции. И я бы еще хотел добавить, уважаемые, к своим друзьям, что на сегодняшний день налицо кризис, политический, государственный кризис. И в чем недостаток сегодняшней России? Это в том, что достаточно мало независимости у выдвинутых, так скажем, мэров городов, о согласованных, а независимость, она добавится в связи с прямыми выборами. И, естественно, выбранный напрямую мэр города, он более независим и децентрализован от власти. Дмитрий Александрович, как никто, вы знаете наших выбранных мэров. Анжелий Михайлович, да? Потрясающий, уникальный человек, кристальной души, очень сильный, очень мощный мужчина был. Давайте дальше поэтапно. Кому лучше стало? Чем отличается выборное от назначенного, от выборного, ну от тот, который вот через Думу? Лен, я все-таки не соглашусь. Я думаю, что вот именно выборные мэры, они более эффективно работали. Опять же, возвращаясь в 90-е годы, намного сложнее им было в тех финансово-экономических условиях работать, нежели тем избранным из числа депутатов мэров, которые работали вот в эти, в 2000-е годы, когда золотой, значит, дождь из нефтедолларов сыпался на государственный бюджет. И экономика была на подъеме. На нас как-то золотой нефтедождь и так далее. Да, у нас, конечно, работает качественно, но в определенную сторону, в отношении определенной группы лиц остальные, ну придет новый человек. Как мы нищие, голые, босые, ничего не вернуть. Потом вот эта вот тенденция, да, народ спросит, а я вам честно говорю, а у нас хоть заспрашивайся. Я в эфире могу делать что угодно, я могу объявлять, говорить, все, народ слушает. И нас просто игнорируют, вот. Понимаете, вы уже вносите в законопроект, так уж внесите как-нибудь, знаете, чтобы не народ спрашивал за обещание-то, а закон. Потому что с народом-то они мало разговаривают. Народа они сейчас не боятся. Извините, а вот здесь я сейчас, это концептуальная проблема. У нас времени очень мало становится. У нас законы, в принципе, во многом похожи на Западную Европу, у нас они мало отличаются. У нас просто нет наполнения, у нас правоприменительная практика отличается от этих законов. А почему он отличается? Потому что никто не ходит, не отстаивает свои права, не отстаивает свои права в суде, не борется, вы понимаете, не требует. Законы есть, проблема не в законах. То есть у нас есть, конечно, плохие, дурные законы, но в значительной степени основная их масса более или менее соответствует международной практике. У нас просто никто не отстаивает свои права. И пока мы будем сидеть и говорить, что все плохо, ничего не делать, ничего не изменится. Мне бы хотелось сейчас спросить. Спрашивать за исполнение закона или не исполнение. Про перспективы этой инициативы все-таки вас, как депутатов, хочу спросить на законодательном уровне в Госдуме. Инициативы по выборам. Вот именно, да, по выборности. Я думаю, что мы в духе времени, или как модно говорить в сегодняшнем тренде, этот законопроекцию, он будет продавлен и будет внесен, повторюсь своих коллег, Дмитрий, внесен в фракции «Единая Россия», но немного вводы изменен в виде. Но тем не менее принят. Я думаю, будет следующим вариант события. В одном из крупных городов, или в двух, мы добьемся изменения устава за счет движения снизу. Как только люди просто увидят, что так можно действовать, и такая практика, эти технологии дают результат, значит, движение пойдет во всех крупных городах России. И после этого «Единая Россия», понимая, что меняется ситуация, что эта тема очень популярная, она внесет, отклонив нашу инициативу, внесет подобную, но, может быть, просто уберет систему выборов в два тура, в один тур. Ну, я так предполагаю. Но если сейчас ничего не делать, то эта реальность будет наступить, так сказать, гораздо позже, чем если активно сейчас... А временные рамки какие-то себе уже обозначили? Я думаю, что в ближайшие 2-3 года во многих городах произойдут изменения. Удачи вам. И знаете почему? Потому что вот сегодняшний звонок, который был, позвонила женщина, она сказала очень грамотную вещь. То, что пыталась я до вас донести. Нужен ликбез для электората. Вот если вы раз приехали, раз выстрелили, спасибо, ребят, хорошо, это надо делать много, часто. Вот то, что вы говорите, это упадет на ту почву, на которую оно должно упасть. Это не на асфальт. Мы это услышим, но одного раза мало. Поэтому вот как бы я и сопротивлялась, хотела вас услышать. Поэтому, да, и спасибо вам за то, что вы приехали, рассказали. Это ваша идея, и я считаю, что отличная. И, ну, естественно, отбор по Дарвину. Я желаю удачи вам, жителям Кирова. И если кто-то услышал и готов принимать активное участие в этой компании, приходите, вы нам очень нужны. Найдите меня в ЖЖ, в Твиттере, в живом журнале, там и где угодно. Пришлите мне обязательно информацию, что вы готовы делать, свои контакты. Мы обязательно вас пригласим, я думаю, через Сергея Доронина в этот волонтерский штаб. Вы нам нужны, и вы сами себе нужны. Спасибо большое. Спасибо большое. Вопросы уже в следующем часе, впереди новости.